Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня 26 ноября, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой за большим любопытством вы рассматриваете у меня за спиной на ежедневной основе. Так, сегодня несколько праздников. Сегодня черная пятница и всемирный день отказа от покупок. Вот такой вот праздничный парадокс. Не знаю, какой вы из этих праздников будете отмечать. Мне кажется, первый более интересен, чем второй. Ладно, перейдем к нашим обзорам. Что сегодня интересное? Так как нефть падает, аналитики начинают выискивать причины этого падения. И по данным Wall Street Journal в начале следующего года, уже вот-вот немного осталось, на рынке планируется переизбыток нефти. Ну и естественно, виновник всему, конечно же, Джо Байден и его друзья, которые решили подраспечатать свои запасы. Но если вы помните такую нефтяную ниточку аналитики, которая тянется уже давно, еще несколько месяцев назад, я рассказывал и фактически ретранслировал мнение зарубежных аналитиков о том, что в начале этого года, как минимум, планируется либо баланс, либо переизбыток. Ну, в начале будущего года, переизбыток. Соответственно, просто подходит к этому время и уже видно по графику нефти, что такие вот среднесрочно-долгосрочные трейдунишки начинают просто переворачиваться заранее, предвосхищая эти новости. То есть, буквально, ну, сейчас у нас конец ноября, декабрь, январь, Новый год. Соответственно, вот они за три месяца до фактического профицита могут, переизбытка, начинают переворачиваться. То есть, все происходит заранее, но со смещением. Это очень интересный факт, есть на чем подумать вам. СНП-500 сегодня обвалился, и пока еще непонятно, почему это произошло. Но это произошло после праздника, который был вчера. И сегодня, кстати, тоже продолжается. И, в принципе, стартует такая рождественская неделя. Праздничная, да, я имею в виду, распродажная. Еврокат отработал рекомендацию вчера по тейку. Вчера, скажем так, я предложил раскинуть сеточку от текущих цен, лимитную. Но Еврокат очень резко вырос, зацепил только одну сделку, которая была по рынку. Но она дала прям здорово, 2000 пунктов по пятому знаку. И Ауди Кат, та же самая идея, но, скажем, менее волатильный инструмент. Тоже можно стартовать, давайте обсудим это на графике. Начнем мы с золота. Золото сегодня стартануло после праздника вчерашнего. Что интересно по золотам? То, что довольно качественно, качественная отработка была. Вчера я подбирал ланги. Почему? Потому что вот в этом пинбаре на дневках, в нем протоколы FUNK, ВВП, первичные заявки и так далее. Вчерашний выходной, вчерашний выходной от новостного вот этого бара, он откатил на 61-ю фибу. Вот я кинул пробный через двумя целями. Пощупать вот эти хая и вторая цель, вот надеюсь, что доползут сегодня до вот этого хая. Ну, в принципе, в общем и целом, так вот, под соточку и под почти две с половиной. То есть, по золоту, по золоту, вот это цель. Если сегодня золото на Европе не заберет вот эти 1800 примерно 12, то посмотрите откатик, если дадут, то с откатик. Ну, сегодня уже был, правда, опять же на 61-ю фибу падали, но если дадут откатик, можно вот влупить сюда по стопам продавцов. Было бы любопытно. Евро-доллар сегодня героически стряхнул продавцов с позавчерашнего дня и даже с 23-го ноября. Все это здорово. Также та же самая идея, я говорил, кстати, и сегодняшний вот этот импульс, он поломал шортовую тенденцию. И это очень хорошо для тех, кто там сидел в минусах или надеется на севера. Это произошло от основания ВВП, первичных заявок, базовых заказов. Вот здесь были масса новостей 24 ноября, потом откатик у нас, день благодарения, и пошел удар наверх. Пока здесь ничего не планирую. Не планирую. Для тех, кто хочет поймать развороты какие-то, нужны хорошие цели. Цели пока нет. Если вы ждете вот эти цели, к ним нужна хорошая инициатива. Сегодня уже подрезали. Подрезали и позавчерашний день, и позавчерашний день. То есть, два дня сегодня выбило. Поэтому я пока сюда не рассчитываю. Если дадут хорошую инициативу вот сюда, будем с откатов подбирать. Пока по Юрику ничего. Серебришка, как ни странно, подваливает. Золото растет, серебришка подваливает. Но не знаю, с чем это пока связано. Но я думаю, это все-таки продолжающаяся коррекция в рамках бычьего роста. Пока сигналов особых нет. У нас пин был шортовый вчера. Сегодня как-то все разгружается вниз. Пока непонятно по этому инструменту. Неделя заканчивается не очень хорошо. Подождем каких-то интересных сетапов по этому инструменту. Но опять же, если вы верите в этот лонговый импульс, то сейчас рынок стоит на 50% откате. И вы можете здесь поставить лонги со стопом в 2000 и стейком. Ну, как обычно, 2 с лишним. И дальше уже под 7, под 30. То есть, вот так может произойти. Но могут еще закинуть на 38, потому что здесь есть площадочка. По большому счету, конечно, серебро не такой уж захватчик. Но в любом случае, если вы купите от полтинника, стоп у вас за минимумом. Ну, вот один к одному ставьте. Там, не знаю, 1000 долларов. Стоп. Сколько? 2, 3, 4. Там профит. Ну, так вот можно забрать. Так, еврик был у нас. Фунтик. Фунтик что-то валится вовсю. Да, сегодня что-то читаю. Все валит. Но я вижу откупки прям прошел какой-то... Даже, похоже, кульминационный объем. Ну, вот. И фунтик вроде приостановился. Но это не повод нам тут резко покупать. Потому что у нас нету цели ближайших. Да, я говорил о том, что есть глобальный лонговый сценарий. Но мы даже на 61 фибу не сели. Можем, конечно, никогда не сесть. Он может развернуться прямо отсюда. Но пока рановато на часовые пин-бары кидаться. Для того, чтобы встать в разворот на месячном масштабе фактически. Поэтому фунтик пока не трогаем. Доллар иена. Вот доллар иена сдулась сегодня. Сдулась с хаев. Просто обвалилась. Сегодня баксик везде просел. И произошло вот это после дня благодарения на фактически европейское. Да, по азиатам прямо на азиатской сессии. Но фактически еще в конце американской. То есть воспользовались. Воспользовались азиатикой. И смотрите, что происходит. Они создают вот здесь площадочку. Если вы смотрели мой метод охоты за стопами. Либо вчерашний мастер-класс, который называется разгон депозита. То вот такие вот импульсы можно брать в откатах. То есть откатик. Если откатят, допустим, вот сюда. То можно по доллар иене зайти вот в этой зоне в рентабельное. И прокатиться по стопам покупателей, которые сейчас вот здесь дрожат за 113-645. Вот такой планчик был бы любопытен. Доллар-канадец. Доллар-канадец летит в космос. Ему сейчас помогает не слабый бакс, а слабый канадский доллар. Потому что падает нефть. И этот инструмент, конечно, впечатляет своим ростом. Сейчас напоминаю, 15 раз я жалею вот эти два пин-бара, с которых не зашел ланги. Сейчас бы уже при стопах 80, так был бы уже 400. По 1 к 5. Невероятно. Ну, так бывает. Что касается наших кроссовых инструментов. Канадец иена подваливает. Подваливает. И это не очень хорошо. Я хотел его еще продать. Ну, я думаю, он здесь еще побывает не раз. Пока вне зонах наших интересов. Интересы показаны синим цветом. Надеюсь, вы различаете цвета. Франк иена. Франк иена тоже подваливает. Но ждем лучших цен для того, чтобы продать. Канадец-франк сегодня увалился. Ну, сегодня увалится канадец, потому что подойдет нефть. Если улетит в нижнюю зону, мы его здесь встретим с большим удовольствием. Новозеландец-канадец тоже падает. Но не так активно сегодня, как вчера. Мы его будем принимать в ланге. Сетка лимитных покупок через 120 пунктов. Доллар-франк. Кстати, тоже интересная история. Смотрите, я знаю ребят, которые продавали на пробое. Что у нас тут? Сентября месяца. И им навалило уже денег. Давайте посчитаем сколько. Ну, хотя бы в пунктах. Если бы они продались перехая, то на данный момент соточка есть. А соточка по первому ордеру это тейк-профит по правилам нашего сеточного метода торговли. Тейк от первого ордера плюс 100. Забираем прибыль. И начинаем ее с большим удовольствием тратить. Благо, на то есть повод. Черная пятница. Ауди-канадец. Сейчас перспективный на набор. Я показывал этот сценарий. Вчера инструмент пробил минимум октября месяца. Сегодня еще и пробил минимум вчерашнего дня. Поэтому набираем сетку лангов по этому инструменту. План, показываем на графике. Это сегодня рабочая лошадка. Солист новозеландец не дал нам хороших цен. Но мы не расстраиваемся. Благо, нам есть что торговать. Ну и герой асфальта. Сегодня евроканадец. Который бахнул сегодня на 2000 пунктов. От вчерашнего легкого обновления. Соответственно, подкормил нас пока одним ордером. Но ничего. Если он будет падать, мы опять его будем встречать. Лимитными покупками ниже минимума текущего года. Нефтяночка сегодня обвалилась. Вылетит вниз. Соответственно, доллар-рубль. Мы видим вот такой сценарий. И все сегодня федеральные аналитики хватаются за голову. Ну как же так, как же так. Эльвина Набиулина. Такой хороший специалист. А рубль у нас падает. Несмотря на то, что доллар сегодня падает. Но так как наша многострадальная страна привязана к курсу на нефть. Чего бы там ни говорили другие люди. Вы видите, что происходит. Вот у нас с Роснано. Самая такой киберкомпания. Казалось бы. На грани банкротства. Подзорище. Ну вот. 80, друзья мои, не за горами. Под Новый год, вы знаете, как бывает. У нас под Новый год все частенько улетает в трубу. Под названием обесценивание нашей национальной валюты. Не работайте здесь против ослабления рубля. Работайте по этому ослаблению. Если будет 80, народ опять побежит в торговые сети скупать телевизоры. Ну а потом к весне их на авито продавать в полцены. Так, S&P 500. S&P 500. Обвал S&P 500. Все достижения последних трех недель. Даже четырех. Все, что S&P заработал с ноября месяца, сегодня улетело в трубу. Так бывает. Такой вот индекс. День благодарения, видно, прошел не очень удачно. Ну упали. Упали на 7500 пунктов. А, с хайов упали на 12 всего. На 13. Но вы знаете, нам интересно все, что больше 20. От 20 до 30 в первом колене. Поэтому, ну откаты классные. Сейчас трои днишки будут чертить вот эти уровни поддержки сопротивления. Посчитают, что отсюда до 18. Начнут рекомендовать отсюда покупать. Но мне лучше от 20-ки буду искать. Крипта сегодня вся валится. Я уберу эти истории скользящие средние, потому что писал по ним аналитику. По крипте, что интересно. По эфиру. Я давал торговую рекомендацию на продажу от вот этого шартового импульса. По эфиру. Вот, если вы видите, да, мы пошли от 38-й. Ну, даже если вы продали от полтинника, то вы сейчас должны быть в плюсе. Выход. Выход здесь такой себе двойной получается. То есть, с одной стороны, вот здесь вот есть площадка промежуточная. Ну, от этого минимума до площадки, ну, блин, 7 тысяч пунктов. Но это размер, меньше размера вот этого хвостика сегодняшнего утреннего. Поэтому, если вы встали в шарты, просто закройте на пробой импульс. Я так сделаю. То есть, ну, если вы жадный, такой, как я в молодости, то можете удержать до вот этого двойного минимума и подзаработать чуть больше. Аэрофлот. Аэрофлот падает, падает. Сегодня, смотрите, смотрите, гепчик, обвал летит. То есть, у нас летит, летит рубль в бездну, да, и у нас летит Аэрофлот. Уже пробил минимум апреля месяца текущего года. Видите, да, то есть, это цены 20-го года после пандемии, когда стало понятно, что никто никуда не полетит. Вот, и сегодня, сегодня Аэрофлот пробил минимум года. Года. То есть, все, кто покупал эту бумажку весь год, сейчас в печали. И они нажимают кнопочку Close Order. Ну, либо начинают усредняться, если у них хватает денег. Для меня это новость так себе. Я здесь не буду, естественно, покупать. Может быть, отсюда Аэрофлот и вырастет когда-нибудь. Я просто хочу купить ниже полтинника. Вот такая у меня дурацкая идея. И я ее поджидаю. Вот, и мы ее можем увидеть. Так, ну, и, собственно, все остальное валится. Вся крипта валится. И Dogic валится. Dogic валится. И по нему у меня есть тоже Crazy Idea. Я хочу купить ниже 0,16 уровня. Вот, просто хочу и все. Поставил лимитинг. Если обвалится, ну, куплю вот так. Со стопом за 0, с тейком за 0,3. Соответственно, 0,15 купил. 0,3 тейк. Даже, может, не 0,15. 0,05. Вот здесь, на основании импульса. Если его пробьют, то до свидания, гуси. Соответственно, если сюда залетит, у вас стоп 7000 долларов, а тейк 22000 долларов. Ну, вот. 1 к 3, как вы любите. Все. Переходим к ответам на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Поехали. Андрей Катерич приснул. Не будем его будить. Иван Мустаев. На скользящую среднюю, как вампир, на чеснок среагировал. Аж дернулся. Вот, видите. Хорошо. Какие-то эмоции я у вас вызываю. Станислав. Андрей, как считаешь, можно использовать систему разгона 2-3 колена, примерно 50 на 50. Что за такая стратегия 50 на 50? Зачем она вам нужна? Если вы, Станислав, меня знаете, а вы меня знаете. И знаете мой торговый метод. Зачем вам торговать другой стратегией, если импульсный метод дает гораздо большую вероятность? Должно при риске, допустим, 2. Риск не важен, 2 или 22. Абсолютно не важно. Я просто, ну, как бы, я видео назвал разгон, да, потому что люди понимают разгон как сотни процентов годовых. Я им показал и сотни, и десятки в рамках там 1-2% участия капитала. В любом случае, Станислав, вы это все можете проверить. Торгуйте в симуляторе, выбирайте хорошие сетапы и считайте, допустим, вы за год сделали там 15 сделок, у вас столько-то положительных, столько-то отрицательных. Вы будете понимать, какую вероятность генерирует ваш торговый метод. И причем, с какой вероятностью отрабатывают метод на разных инструментах тоже. И вы будете понимать, что ждать от инструмента на следующий год, либо в следующие 10 лет. Понимаете, это очень просто, если вы пользуетесь симулятором. Roland, идея с Telegram, супер. Да, да, я вчера озвучивал, что есть идея у Instaforex запустить Telegram канал с моим участием для трейдеров, которые, для новых клиентов Instaforex, которые открылись по моей партнерской ссылке и пополнили депозиты от 500 долларов. Ну, такая помощь, да, чтобы люди как минимум не сливали. И для тех, кому интересен метод охоты за стопами, импульсный метод торговли, который я, собственно, даю в мастер-классах, то такое общение, можно сказать, непрерывное, но оно мне, конечно, не радует. У меня есть пару каналов подобных. Я думаю, с этим мы тоже разберемся. Поэтому, если есть желающие, ну, пока собирайтесь. Собирайтесь, мы в процессе формирования этой идеи уже в реальность. Так, благодаря Андрею, что здесь действительно услышал здравую идею. Торговля сетками действительно работает, приносит доход. Да, 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 да. На самом деле, вот сеточный метод, который я еще буду давать на мастер-классах, я, ну, я рассказывал, да, что увидел его, я его не придумывал, как многие трейдеры там на коленках изобретают что-то. Я его просто перенял у одного трейдера-миллионера, с которым мне удалось поработать какое-то время. А потом я увидел, я увидел счета одного управляющего на MQL5, я не буду про него говорить, пиарить его, который работает именно на этих же инструментах, но немножко более агрессивно. Вот. И, ну, скажем так, подписчиков у него столько. Ну, я так посчитал, ну, около миллиона рублей он имеет только на подписки на свои вот эти сигналы сеточные. Вот. Ну, торгует именно эти инструменты, которые я даю. Вот. Ну, чуть более, более агрессивно. Ну, он там хитрит, конечно. Но, в общем и целом, это в ту сторону, в которой занимаюсь и я. Но у меня это все как-то более аккуратно выглядит. Так, благодарность ИнстаФорекс не только за продвижение обучающего контента. Андрей, развитие темы в виде возможности общения в чате. Да, по двусторонним сеткам. Да, конечно, конечно, все это мы прокачаем. На самом деле, все вот эти истории с мастер-классами, чатами, они действительно направлены на повышение уровня подготовки трейдеров. Потому что то, что сейчас происходит и в сети, это просто не выдерживает никакой критики. Разброт и шатание. Я вот, собственно, вызвался навести порядок в умах трейдеров. Как минимум, последователи ИнстаФорекс, либо те, кто общается в сервисах ИнстаФорекс. У них очень хороший форум Форекс Деньги, на котором я вырос, собственно говоря. Вот. И, собственно, будет шанс людям как минимум сохранить свои деньги, либо понимать, что они вообще хотят от рынка. Потому что все, что я даю на мастер-классах, этого практически нету в сети нигде. Никто об этом не говорит. Не знаю почему, но я решил эту ситуацию поменять. Юлия Бондаренко. Добрый день, Андрей. Благодарю за обзор. По поводу телеграм-канала «Хищная идея». Я раньше хотел предложить, но почему-то Ютуб не пропускал мои сообщения. Ну, вот Ютуб такой злой сейчас стал. Кстати, перестал дизлайки показывать. Видите? Кстати, тоже не очень хорошо. Я многие видосики, которые... Перед тем, как смотреть видос, всегда смотрю соотношение лайков-дизлайков. То есть, насколько качественный этот контент. Ну, я так думал раньше. Сейчас теперь непонятно. Приходится... Ну, соответственно, чем я больше буду смотреть, тем лучше Ютуб. Больше буду смотреть рекламы. Ну, такая вот политика у них. Классная идея. Обзор линка. Да, да. Так, добрый день. Идея безусловно интересна и достойна внимания, я так понимаю, про чат. Однако вопрос в том, как попасть в чат, если уже есть другого счета ИнстаФорекса. Общение на форуме неудобно. Согласен. Поэтому возник подобный интерес. Жаль, нельзя вернуть время назад. Ну, вот. Не знаю, как бы. Точнее, я знаю, но я не могу озвучить этот механизм, как сделать так, чтобы вы стали новым клиентом ИнстаФорекса и попали в чат. Ну, подумайте. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, турецкую лиру. Классный вопрос. Я, на самом деле, наблюдаю за ней уже третий день. Вот. Но ни один брокер, с которым я работаю, не дает торговать лиру. То есть, они закрыли на нее возможность торговать. Давайте откроем лиру. Я, собственно, когда увидел вот эту кульминацию, я хотел набирать шорты, потому что кульминационный бар это самый большой бар в истории. Да, вот здесь. Ну, как минимум тут за годы. После таких баров мощных, видите, шли коррекции. Вот здесь поменяли министра финансов Турции. Вот здесь. Ну, а это, собственно, результат его работы. И вот этот один из самых... Ну, это самый большой бар в истории доллар-турецкой лиры. Соответственно, я посчитал за кульминацию и, получается, вот два дня назад хотел набирать ее в шорты. Короче, торговля по лире запрещена сейчас. Ее можно найти даже вот тут в сервисе, в этом, в обзоре рынка, и она будет затемнена. Вот, видите, доллар-лира здесь где-то проскочила. Вот, видите, она неактивная. Это значит, торговать ей нельзя. Ну, вот, короче, и побрили здесь вот спекулянтов. Хотя мы могли здесь нашортить, укрепить лиру, кстати. Здесь вот, если бы разрешили здесь торговать, мы бы укрепили лиру, и Эрдоган бы пожал нашу трейдерскую руку. И, может быть, даже пригласил на бесплатный отдых в Турцию. В лучшем, в лучших отелях. На этом у меня все. Напоминаю, что вчера прошел мой мастер-класс по разгону депозита. Его вы можете найти на YouTube-канале Instaforex в плейлисте мастер-класса от Андрея Шевченко. Здесь уже 6 мастер-классов, один из которых, вот он, разгон. Разгон, ставка 100 долларов. Довольно любопытный метод, хорошо бьется в симуляторе и может повысить доходность ваших счетов при минимальных рисках. Рекомендую посмотреть его на выходных. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем хороших выходных. И до встречи в понедельник утром на очередном обзоре для Instaforex. Всем пока.